Из покон веков служители Эфемиды выбирали из наиболее порядочных, решительных, а главное умных и справедливых людей. Ведь, так сказать, судейская мантия не просто атрибут власти. Отрадно, что ряды Международного арбитражного суда пополнила уроженка Узбекистана, выпускница одного из престижных вузов страны. Сюжет на тему далее в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Судьи Парижского арбитражного суда, нашу соотечественницу Фирузу Бабакулову. В истории Узбекистана такое событие происходит впервые. В Международном аэропорту Ташкенту ее встретили родные и близкие, коллеги и группы активистов Союза молодежи. В течение года я вместе с другими кандидатами прошли несколько этапов, последний из которых состоялся в Париже. На Всемирном совете Международного арбитражного суда при Международной торговой палате. Я буду работать в Гонконге как член Международного арбитражного суда и принимать участие в пленарных заседаниях. На конкурсе при оценке экспертов они учитывали практический опыт и глубокие знания в этой сфере. Конкурс проходил на английском языке, и эти знания мне очень пригодились. Я горжусь тем, что буду представлять Узбекистан в такой авторитетной организации. Впервые за 27 лет независимости нашей страны Международный суд, который является одним из высших институтов в мире по разрешению международных споров, назначил гражданин Узбекистана. Арбитров в суде Международного суда ИССИ свыше 1300 человек, а членов суда в данный момент всего лишь 120. В их число и вошла Фируза Бабакулова. В нашей практике это можно приравнять к судье высшего суда. Ее назначение способствует повышению международной репутации нашей страны в глазах мирового сообщества, позволит иметь национального эксперта в области международного арбитражного разбирательства и послужит примером для молодого поколения.